Высотная работа не из простых. В мороз минус 20. Кровельщики ловко перемещаются по скатной крыше. Действовать нужно очень аккуратно. Во-первых, кровля у двухэтажек в академическом переулке из шифера. Работают бережно, чтобы не повредить покрытие. Во-вторых, самим бы не свалиться с наклонной плоскости. Управляющие компании ЖКС утверждают, к технике безопасности внимание особое. Все рабочие обязательно у нас привязаны с страховочными канатами. Обязательно наличие касок. Все это ограждается территорией лентами сигнальными, чтобы во время производства работы не было случайного попадания на людей, на прохожих. Внизу работу кровельщиков контролирует еще один сотрудник. Он же подсказывает обходные пути невнимательным прохожим. Когда снег и лед с кровель убран, вокруг дома с лопатами проходят дворники. Однако далеко не во всех самарских дворах очистка крыш выглядит так. В историческом центре города люди жалуются. Управляющие компании до сих пор не все сосульки сбили. Особенно отличилась альтернатива. Мы живем в Садове 94. Там в глубине домик стоит. И там такая узенькая тропинка. Нам ходить негде. Висят с соседнего дома такие сосульки. Дворы – это вообще ужас. Тяжело въехать, тяжело выехать. Сосульки. Я живу там, в том дворе. В нашем, да, чистили. Но другие дома, я смотрю, хожу, они висят. Вообще не чистят. Это тракторишка проедет, по сторонам раскидает снежок, а и все опять на тротуаре. Альтернатива. Ничего абсолютно не делается. Там, наверное, дни жулики. Недобросовестная работа сосульки и снег управляющим компаниям влетят в копеечку. Нарушения фиксируют административные комиссии районов. Только в железнодорожном с начала года выявлено 370 нарушений в части уборки снега. По каждому составляют протокол. За несовременную очистку кровель от снега на льдей сосулек, а также несовременную очистку прилегающих территорий внутриквартальных проездов грозит штраф на физических лиц до 4000 рублей. Ну, как правило, это должностные лица, должностные до 8000 рублей, а на юридические лица от 5 до 20 тысяч рублей. А вот за снег на козырьках балконов и кондиционерах отвечают жители, которые и должны вовремя их чистить. Если сами не справляются, собственники квартир могут обратиться за помощью в управляющую компанию. Если же самарцы заметят, что коммунальщики не соблюдают требования безопасности при очистке кровель, следует звонить по телефонам горячей линии. Сюда же можно обратиться, если участок долгое время остается огороженным, а работы не ведутся. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова